Вчера вы были на лекции, большинство из вас, по крайней мере, да? Помните, лекция, да, 11 часов, дубак был, да, такой? Да, да. И что-то вы там слышали? Что-то вот запомнилось вам, что-то было интересно, новое, протесты, может быть, какие-то возникли? Принципы сильной личности разбирали. Сильной личности. Оно вам надо, нет? Да. И что там было интересное для вас? Ну, про принцип свободы. Как вы поняли принцип свободы? Там пример с этим, с 50 тысяч евро был, с кошельком. Так, и? Про то, что свобода не в том, чтобы делать, что хочу, а в том, чтобы придерживаться того принципа, который у тебя есть. Да, принцип свободы мы вчера обсуждали, что человек часто действует под влиянием обстоятельств, да? Это не свобода называется, это рабство. Когда мы просто, вот обстоятельства меняются, и мы идем на поводу обстоятельств. Свобода же в том, что мы, несмотря ни на что, действуем согласно своим принципам. Это человек такого называют госвами. Да? Принцип свободы мы вчера обсуждали. Что-то еще было вчера, нет? Вчера ты была, да? Да была позавчера. Круги своего влияния, ты как вы поняли? То есть не надо стараться решить какие-то глобальные проблемы, а заниматься тем, что мы можем действовать в инвесторе, в инвесторе. Нет, то, что можешь изменить. Ну, глобальные проблемы, если у вас есть полномочия, надо об этом беспокоиться. А если у вас нет, то тогда нужно решать то, что у вас. А что мешает нам действовать в круге своего влияния? Гордыня. Гордыня. Преувеличенное понимание своего положения в пространстве. Вот так вот вчера мы это определили. Как решить эту проблему? Сложно как-то это делать, да? Всегда обычно переоцениваем. Что мы вчера там говорили? Да, там, когда я разум понять, что я могу поменять, да, а что я не могу поменять. Вот. А если еще лучше, то, если есть у кого спросить, то точно скажет нам, где сфера моего влияния. Что-то еще было вчера интереснее? Про заботу. Что вы про заботу услышали? Ага. Так. 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 Еще это подарки. Защищаем. Подарки. Подарки. Да, четыре принципа, которые делали раньше все нормальные руководители, начиная от руководителей семьи и кончая к руководителям вселенной, они все эти четыре вещи делают. И первые две из них — это, ну, это, в принципе, зачем нужно вообще заботиться, растить человека, чтобы он рос. Рост и защищать его. А две вторые вещи нужны для того, чтобы он мог понимать, что мы о нем переживаем. Это обаловать его в смысле, вот, как ты себя чувствуешь, что у тебя происходит, ты мне важен, ты мне нужен, да? И дарить подарки, понятные для него. Это взятый стих из Шимадбхагавы. Это стих на санскрите, ему 5000 лет минимум. Вот. Мудрость вот такая. Окей. Что-то осталось. Здорово. Тема новая. Молитва. Молитва. У нас будет несколько блоков в этой теме. И сегодня мы будем говорить о молитве как, ну, с точки зрения, как это все работает. Каким образом технически вот это вот обращение... Одновременно не получится просто. Как технически работает молитва? То есть за счет чего это происходит? Как этот механизм работает? То есть мы сегодня с вами теорию разберем. Потому как, если нет теории, да, нет теории, то непонятно. Я могу, конечно, сразу приступить к практике, да, практике. Вот. Но скажите, ой, что-то так вообще... Просто все. Поэтому надо объяснить сначала, как это все работает, чтобы было понятно, каким образом эти практики, они будут нам помогать. Понимаете, да? Сначала с теории начнем. И сначала мы поговорим о молитве как о феномене, то есть о явлении. О как о явлении. И мы с вами живем... То есть цель вот этого всего, о чем я буду говорить, да, то есть цель этого двух дней, в том, чтобы мы разобрались, как работает молитва, и чтобы мы могли сделать ее эффективней, чтобы она работала лучше. Ну, вот ради этого все будет происходить. Вот ради этого. И сначала, как механизм этот работает. То есть мы с вами живем на острове, где постоянно меняется погода, если вы заметили, да? Веды очень так романтично сравнивают этот мир с океаном. Вот есть океан. Океан очень глубокий, большой. И на этом океане... Океан вода. Детки, пришли в гости. И на этом... Мы все в этом океане. Этот океан, эта вода, это обстоятельства, которые вокруг нас. Лес, дети, взрослые, да? Это обстоятельства вокруг нас. И, соответственно, мы плывем в этом океане. Ну, вот мы в этом океане плывем. И нас тут таких плывет много. Кто-то там уже туттанул, кто-то там... Ну, мы плывем. И смотрите, на этом океане дует ветер. Ну, ветер, вы все заметили. Но это не обычный ветер. Это ветер времени называется. Время идет, и заметили, что обстоятельства меняются. Это ветер дует. То есть время – это ветер. Раз, подул ветер, и была хорошая погода, да? С утра. Надул ветер, пошел дождь. Да? Потом раз подул еще ветер, и раз – опять стало тепло. Так вот, в этом океане, в котором мы живем, иногда вздымаются вот такие волны. И человек порой поднимается на этой волне вверх. Мы говорим, вот повезло человеку. Что означает, что он на волне? Мы говорим, вот везет человеку. Вот сейчас у него все нормально. Какой признак, что у него все нормально? И мы говорим, вот на волне он. Успешен. Успешен он. Какой признак, что человек успешен? Ну, достиг высокого положения. Счастлив. Да, да, счастлив. Что у него есть, мы говорим. Мы же не понимаем, мы же не понимаем счастлив. Да? Блага есть у него. Вот я такой термин придумал. Может, вам понравится. Успех, тире, тире, успех это наличие инструментов, чтобы испытывать счастье. Нормально? То есть, когда инструменты есть, когда появляется много инструментов, деньги, способность хорошо общаться, мозги, да? Потом, ну что, квартира, погода, здоровье. Когда инструментов становится много, мы говорим, вот человек на волне-то. Да? И вот, когда он сбирается на эту волну, у него все хорошо становится. И он думает. Не, он не то, что... Он думает, он уверен, что все классно. Тепло. Вот. Еда. Остров. Природа. Замечательно. И в этот момент он не замечает. Вообще, он по сторонам не смотрит. Он не видит, что там внизу кто-то бутыхается, вот, под волной. Под волной означает, у человека сокращается количество инструментов, чтобы испытывать счастье и как-то влиять в этом мире. Да? То есть, инструменты влияют, влияние в этом мире уменьшается. И вот, если вы в интернет зайдете, то вы увидите, да? Там разные есть люди. Они, как бы, вот, волна вниз у них идет. Но обычно, когда мы тут на волне наверху, мы туда вниз не смотрим. Я недавно, когда был в Индии, проезжал, ну, знаете, там, поезд, да? И рядом с поездом, наверное, во всех странах, где-то 15 метров от железнодорожного полотна, это ничейная, ну, в смысле, это земля принадлежит железной дороге. Ну, ничья, собственность. И люди часто там ее как-то, ну, вот в Индии, они там занимают эту часть. Вот, бедняки, нищие люди, вот, хотя сами Индии-то процветают сейчас, ну, просто там, так как миллиард человек, то в процентном отношении, ну, бедные тоже, как бы, побольше, чем у нас, да? Десять раз больше людей, ну, понимаете? Вот. И там, значит, бедняки себе строят, значит, хижины из коробок от под телевизором. Картонные коробки такие, вот, ну, так вот из них вот сделано, ну, там же жарко. То есть все нормально, ну, то есть вот, там не нужно железобетонные вещи строить. И там дверка есть в этой картонной коробке. Понимаете, тогда вот, когда заходит туда, в эту картонную коробку, прибежище, спокойно, никто не трогает, я просто, просто у меня крепость. Да, ведь? То есть когда вот, вот вы помните, в палатку, когда заползаете, да? Ну, это классно-то вообще. А вот если дерево на эту палатку упадет, она вам поможет? Но когда вы в палатке, вы об этом ведь не думаете, да? Вы смотрите на стены вот эти вот такие непромокаемые, да? И кажется, о, у меня все под контролем. Да, ведь? Такие же ощущения? А вам точно такие же ощущения? А когда ты сверху смотришь с поезда на эти картонные коробки, ты понимаешь, как это все ненадежно. Просто какой-нибудь дурак, химит с поезда туда что-нибудь, оно же пробьет. Просто кто-то вот раз и на палатку дерево упадет, и у вас не будет. Но об этом не думает человек. У него все хорошо, здоровье у него хорошее. У него там как-то получилось заработать пять рублей, да? На коробку, да. И он прям думает, я контролирующий. Да, вот в этот момент никто не соображает. Но потом неожиданно раз, и волна начинает спадать. И там, ну, какие-то дырки появились в палатке, дождь стал протекать там туда, что-то еще. И мы говорим, я страдаю. И вот мир всегда такой. Вот просто иногда мы об этом не думаем. Ну, чтобы, ну, а так как жить-то вообще? Представляете, вы спите в палатке и думаете, как бы дерево не упало. Как вы будете там спать-то вообще? Вы же там не сможете спать. Вы жить не сможете. Поэтому анестетик включается. Бах. И я просто не думаю об этом. До поры на времени я вообще об этом не думаю. Да ведь? Так удобно устроено. Называется, ну, невежество, иллюзия. Раз, и не видно ничего. Пока кто-нибудь в интернете не пришлет какой-нибудь пост про Украину, все нормально. Теперь смотрите, интересно, зачем я все это вам рассказываю? То есть мы живем просто в таком мире. То есть мы родились здесь. Когда мы родились, мы сразу нас раз и вытолкнули в этот океан. И мы тут плывем, и иногда нас поднимает вверх, иногда нас опускает вниз. Рядом плывут такие же пловцы рядом. Кто-то из них плывет дольше, чем мы. И когда у нас что-то происходит в жизни, знаете, как-то вот турбулентность в жизни. Мы у тех, кто рядом плывет, спрашиваем, что делать-то? Да? И нам опытные пловцы, которые уже пару раз, ну, уже там попадали в такие ситуации, дают советы нам, да? Ну, какой-то опыт у нас тоже приобрелся, да? Вот если дождь начинает идти, что надо делать? Дождевик. А? Дождевик. Видите, уже советы можем давать. Уже вот я первый раз на острове, и мне будут давать советы, да? Но вот есть иногда ситуации, когда мы вот эти все советы не можем использовать. Вот дождевик там, да, вот там как бы, ну, пойти на работу, да? Оно раз, и мы не можем этим воспользоваться. Это называется безвыходная ситуация. Обычно, когда какой-то есть выход, да, ну, нам кто-то советует, и мы там понимаем, дождь идет, надо дождевик, ну, прохуделась палатка, надо новую, тут что-то, ну, надо пойти к психологу, он объяснит мне, тут, ну, вот это, ну, то есть мы знаем. А бывает так, что вообще не знаем, что делать? Бывает такое? Да? Точно? Да. Раз заболел человек, хотел на работу идти, ну, все, у него планы были, я буду вот так жить, тут бабах, и у него ног нет. Это же может случиться такое? Или глаз нет. У меня вот знакомый есть друг, и он, он ослеп. Это заново пришлось все вообще, жизнь, ну, перекраивать жизнь вообще пришлось. У меня у самого была ситуация, была ситуация, когда я потерял голос. То есть для меня, вы понимаете, это инструмент вообще жить. Это я живу. То есть если я говорю, я живу. А когда вот три года, ты не можешь говорить, вы понимаете, это смерть. А что делать? К врачам они говорят, ну, не знаю, у тебя все нормально. Психологам, он говорит, ну, надо как-то это. К этим, он говорит, надо грибы есть. Там один дядя Гена меня хотел лечить грибами. Ну, хамуровым там замачивал спирток. Это очень помогает. Я, знаете, от безысходности готов чего угодно был делать. Да, вы помните, да? Когда вам такая ситуация, тут человек уже и куда только не пойдет. Да, ведь? И вот некоторые из тех, кто плывут рядом, они видят, что мы как бы там резко вниз. И там у них советы какие-то дают. Ничего не помогает. И кто-то, знаете, из них кричит. Ну, надо молиться. Да что угодно, хоть молиться, лишь бы помогло, да? И вот обычно люди, когда они попадают в безвыходные ситуации, они готовы делать все, что угодно. Ну, надо же как-то решать про него. Вот. И почему бы не молиться? Ну, если уж грибы, то почему бы не молиться? Да, ведь? Вот. И у кого-то есть уже опыт того, что молитва, есть такая вещь, как молиться надо. И я думаю, даже есть какой-то позитивный опыт, когда вы молились. Был такой когда-нибудь? Ну, как-то выхода не было просто, да? А вы стали молиться. Вот. И мы поговорим с вами о том, как эту молитву сделать эффективнее. У каждого есть опыт какой-то. Но мне хотелось бы, чтобы мы узнали, каким образом вот эту мощь молитвы сделать больше. И я зашел в интернет, не здесь, не на острове, но вообще заходил в интернет и так набрал про молитву. Ну, что, правда, нет вообще? Как люди? Бывает такое, что вот человек молится и что-то происходит? Оказывается, факты есть. Вот такой феномен, что после молитвы что-то происходит в жизни. Оно существует. Оно существует. Вот. Я был недавно, ну, в интернете, я сейчас расскажу, что в интернете прочитал, но я недавно был в одном православном монастыре. Хорошее место такое. Чистое, ну, аккуратно все покрашено, домики хорошие стоят, газон, апельсины растут. Ну, супер место. Вот. Тепло там, как у нас на острове, очень хорошо. И там одна есть икона. Икона, чудотворная икона, ради которой народ туда валом просто едет, валом едет. Это икона. Я сначала, ну, как-то мы туда пришли, вот, думал, а где же тут эта икона? Показали мне икону. Значит, большая икона. На ней изображена святая, святая Марина. Как называется? Святая Марина. И она, значит, держит черта за рог. И второй рукой молотком ему по башке кучит. Видели, да? Святая Марина. Можете в интернете посмотреть. Святая Марина. Очень серьезная женщина. С чертями вот так вот. Вот. Это святая Марина. Значит, это икона. Она, ну, то есть, это жила, действительно, это святая женщина. И она там была скепичная, очень набоженная, преданная Богу. Вот. И сделали вот эту икону. Ей поклоняются. И там, значит, ручеек течет. Свято, ясное дело, ручеек. Люди там набирают наличку. А рядом комната. Ну, да, большая комната. Эта комната завалена костылями, протезами, всякими, знаете, вот, литыми, ну, как это вот, у кого-то что-то болит сердце, допустим, и оно вылечилось. Он отливает. Есть там серебра или пластика, у кого столько денег. Вот это вот вещь и кладет. То есть, как бы, вот эффект, вот факты. Люди, которые, вся комната завалена всями. Я думаю, ничего себе. И сразу у меня как-то надо что-то просить. Другое, то, что уже в интернете. Это первое, что выскочило. В интернете мне человек рассказывает, проводили на Украине до того, как там все началось, эксперимент в одной больнице. Пригласили верующих людей. И сказали, вот одна палата, вот вторая палата. Эти люди, которые были там, они не знали вообще ничего. Не знали, не то, что они там, вот за Настей сейчас молятся. Нет, такого они никто не знали. И они за одних людей, которые в этой палате номер один, да, они стали молиться. А за вторых они не стали молиться. И вот те, за которых они молились, они стали выздоравливать быстрее. Там процентов на 80, ну как-то быстрее все пошло. Никто не знал, как это работает. Мистикой же, да? Другой интересный факт. Я стоял однажды в очереди. Храм, это уже было в Индии. Здесь самый богатый храм, я не думаю, даже в мире самый богатый храм. Он находится в Южной Индии и называется храм Баладжи. Это храм высоко в горах. Мы когда-то туда поехали, переехали в этот город. Ну, то есть, а где храм-то, я думаю. Ну, просто равнина такая, горы. Он говорит, вот там вот в горах. Одним словом, четыре часа пешком вот я по лестнице шел туда. Четыре часа вон, там лестница. Не знаю, сколько там тысяч ступеней. Вот четыре часа я шел. И пришел туда, и там в горах огромный город. И там сотни тысяч людей сюда приходят. И еще нужно постоять в очереди. Ну, кто-то сутки стоит. У кого немножечко денег есть, они чуть-чуть поменьше стоят. Там специальный вид есть. И, значит, я чуть-чуть заплатил. Потому что я четыре часа еще только пешком шел. Думаю, ну, надо, наверное, успеть хоть сегодня попасть. И вот я стою в очереди. И смотрю, ну, со мной-то все понятно. Я-то уже, это, ну, конченый человек духовный. Потом смотрю, молодой пацан стоит. Студент, индус. Ну, то есть джинсы, рубашка, плейли, там, айфон. У него все как у нормальных, современных людей. Но я так на него смотрю и думаю, а что он тут делает? И он поймал мой взгляд и говорит, вы, наверное, думаете, что я тут делаю? Я говорю, точно. Ты-то что здесь делаешь? Он и застеснялся, так говорит, ну, я не знаю, я, конечно, ну, вот, одним словом, работаю. Я не знаю, как, чего, но я-то уже сюда пятый раз прихожу. И вот, знаете, вот я прошу, и все срабатывает. Знаете, так стесняюсь, говорю. Ну, опыт просто. Его вот факт, он пришел, попросил, что-то произошло. И там все эти стотысячная толпа, она, ну, не просто так туда приходит. Некоторые женщины, которые там стоят, как вот жертва, да, вот они сбривают свои волосы. Для индианы, которые с детства, их растят, там, знаете, там, по 4 метра волосы, сбрить волосы, ну, это, наверное, как-то сильная жертва, да? Ну, попробуйте так подумать, ради чего вы готовы побыться. Они это делают. Да, если это дает какие-то вещи. Ну, если вот последнее, что было, день мой знакомый, мы вместе с ним поехали в Индию, а у него бизнес, бизнес. И он там перевозки, грузоперевозки, и его водитель на грузовике, в который ему прям лежит, врезался в машину. Или там 4 смерти, то есть разбил, ну, все. Виноват непонятно кто, но одним словом, все равно, кто выжил, кто-то виноват. И это 100% его должны были в тюрьму посадить. Это никаких вообще вариантов нет. Никаких вариантов. Вопрос просто вот тут, и все, и конец. Хотя, может, он там виноват, не виноват, но ты выжил, вот, все. 100% его должны были посадить. А мы с этим другом в Индии. И он там обходит святыню, вот, а ему-то жалко работника-то. Жалко работника. Он думает, у него там ипотека, дети. Вот сейчас вот он в тюрягу сядет, и что будет. И он там молиться стал. Ну, понятно, там адвоката наняли, еще что-то. И представляете, первый суд, его оправдали. Сказали, не-не, что-то неправильно. Давайте второй раз суд устроим. Ну, кто-то подал апелляцию, второй раз суд, опять оправдали. Дали условно два года. Как так бывает? Так не бывает. То есть, вот эти факты, и если вы в интернет еще зайдете, и поспрашиваете у своих знакомых, у себя посмотрите, что-то происходит. Феномен есть такой. Обращаешься, и что-то начинает в жизни происходить. И мы сейчас перечислили с вами какие-то, ну, как это называется, ну, чудеса, да, какие-то вот. Обычно люди, когда спрашивают, ну, как работают, они имеют в виду как раз это, вот это, да? У тебя чудеса в жизни происходят, да? Но другие люди обращаются за молитвой. Мы еще один момент разобрали. Другие люди обращаются к молитве не за чудесами, да? А для того, чтобы почувствовать присутствие Бога. Вообще-то для этого молитва она и предназначена, в основном-то. Но народ-то ее использует для чудес. Когда говорят, работают, ну, в смысле, ну, как, денег появилось? Или больше? Нет? Нет, ну, что-то не работаете. И вот сами подумайте. Вот представьте, вы живете сейчас на острове не семь дней. И без интернета, и без знакомых. И без телефона. И без этого. Все компьютеры и смартфоны. Ничего нет. И детей нет, да. И еды, и еда есть. Сухари. И так вот не один год. Ну, наверное, не просто так же люди так жили, да? Ну, просто так попробуйте так пожить. Ну, скучно вообще. Скучно. А они что жили? Что-то там, наверное, было ведь, да? Ну, не может нормальный человек так жить. Что-то взамен, наверное, было. И вот это все разные вещи, которые могут происходить с человеком, когда он занимается молитвой. Однако вот этому феномену молитвы даются разные объяснения. В том же интернете, когда я стал, ну, факты там описаны. Я потом мне вот, а как они объясняют эти факты? Как они объясняют? И знаете, есть две принципиальные позиции объяснения этих фактов. Один момент, как бы, одно объяснение дают люди. Вам интересно вообще? Да. Нормально, да? То есть, какое объяснение этих феноменов? Первые дают такое объяснение. То есть, есть люди, которые считают, что все, что есть вокруг нас, это появилось случайно. То есть, сначала было ничего, потом оно взорвалось. Вот это ничего взорвалось. И так удачно взорвалось. Так удачно. Никто не взрывал, нет, нет. Само это ничего, оно взорвалось. Вот так удачно взорвалось, что сначала появилась инфузория туфелька. Сама, да, сама. Потом появился обезьян, потом Дарвин, потом Дарвин. Очень удачно как-то так все. Раз, и взорвалось. И все возникло случайно. И все этот, вот этот вот случайный взрыв привел неожиданно к очень таким строгим закономерностям. Мистика вообще. Мне объяснял один физик. Там такая статья была, называлась «Физики начинают верить в Бога». Такой заголовок в статье. И там объяснялось, что там есть такие константы, ну типа там, сила между атомом и электронами, которые вокруг них крутятся. Еще какие-то такие константы, что вот если их изменить на одну миллионную часть процента, оно все развалится. Это означает, что когда оно взорвалось, то в первую уже мгновение эти константы должны были быть установлены. И физики говорят, похоже, кто-то настроил. Сомнения такие уже были. Кто-то это сделал. Но, тем не менее, большинство, ну не знаю, большинство не могу сказать, но многие люди, которых вы встречаете, они убеждены, что все произошло случайно. Может быть, они не могут это философски как-то объяснить, вот, еще что-то, но они так живут. Это означает, что все это вот вокруг нас, это мертвое, бездумное, и живой только я. Ну, в смысле, люди. Мы с вами живые. У нас есть, ну, мысли, мы можем что-то двигать здесь. Это первое, что объясняют в институте, когда вы приходите на первое занятие в институте. Там три вещи объясняют. Первое, что человек является венцом развития природы. Помните, да, вам говорили об этом? Это значит, что все остальное, оно тупее человека. И если я умнее всего, то второе аксиома, значит, мир познаваем. Ну, то есть, я могу, так как я умнее всего, то я могу все понять. И третье аксиома, которое нас учат в институте, говорит, и предназначение меня в том, чтобы познать все это тупое для того, чтобы использовать своих личных интересов, чтобы эффективно это все эксплуатировали себе. Вот. И, соответственно, если человек с таким пониманием, то когда ему говорят про молитву и про эти феномены, он говорит, ну, смотри, брат, смотри. Просто вот, когда вот это все взорвалось, и вот это все, ну, случайно так все здорово получилось, и вот это тело, которое у нас, оно так вот эволюционировало мощно, то есть с инфузории туфельки до москвича, жителя Челябинска, Екатеринбурга, Переми, вот прям вот таких вот форм, оно эволюционировало, и мы даже не представляем, сколько заложено в эту машину способностей. Мы используем всего 5%, мы всего 5%, а там столько возможностей. И просто вот эта вот молитва, или вот это вот то, что вы называете молитвой, это просто человек начинает пользоваться еще дополнительными способностями, которые вложены природой, мертвой и тупой в его тело. Я вот когда слышал про вот такие вещи, я всегда, знаете, вспоминаю iPhone 6. Знаете, откуда взялся iPhone 6? Он эволюционировал из зажигалки. И доказательства, там, помните, кнопка такая есть на зажигалке, да? И на iPhone тоже есть такая же. Это атовизм. Просто была зажигалка, и она эволюционировала постепенно, как бы, до iPhone 6. Немножечко осталась, ну, заметная вещь, что, ну, вот, можно сделать параллели. Кнопка такая же. Такая же кнопка. Ну, видите, доказательства. Вот, смотрите. Теперь, как объяснять молитву с этой точки зрения? Очень просто. В нашем теле есть способности. И человек просто самый умный и самый способный начинает немножечко больше пользоваться этими способностями. Например, внушение. Если я себе внушаю, можно же сказать, рука моя горячая, и она становится горячей. Работает же. Ну, работает. Как аутотренинг, да, это называется? Вот. Соответственно, если человек себе, знаете, вот он начинает кому-то туда наверх обращаться, и как будто там кто-то есть, ему, знаете, сразу легче становится. Правильно? А когда у него легче становится, вот этот вот страх проходит, то тогда тело начинает излечиваться. Понятно ведь, да? Все очень понятно. Вот. Так вот решается болезнь. Ну, то есть это просто гипноз. Это просто самовнушение. Вот и все. Никого там нет. Никаких там сил нет. Это просто самовнушение. И оно работает. Наше тело такое. Если вот так настроить, оно начинает так вот работать. Ну, что я вот так ругаюсь, да? Ну, просто мне эта тема интересна всегда. Я что-то вот... Мне написал один молодой человек письмо. Вот. И там у него на аватарке было... Мне на все наплевать, как вот было написано. Ну, многообещающая аватарка. И он говорит, ну, что вы там с этим Богом? Ну, покажите мне его. Ну, покажите его. Достаньте его за уши, вот, и покажите мне его, чтобы я его увидел. Каковы доказательства? Ну, я говорю, ну, понимаете, ну, тут все разумно, законы. Чепуха это все. Это все люди делают. Это все люди. Надо верить в себя. Никаких больше сил нет. Вот, если покажете мне, то тогда я поверю. Говорит он мне. Я вспомнил две притчи в этой связи. Мы сейчас дальше перейдем, вы не переживайте. Просто чуть-чуть я поругаюсь. Я вспомнил две притчи. Один, значит, мудрец. Одна была... Одна притча древняя, она такая экологичная. Другая притча современная, она менее экологичная. Вот. Значит, древняя экологичная притча. Значит, мудрец пришел в деревню. Знаете, такой разумный, мудрый. Вот. И там уважение к старшим. Дети подбегают, но видят мудрец. Ну, почтительно спрашивают. Мудрец, вот, можешь нам Бога показать? Он так задумался. Говорит, а у вас молоко есть? Он говорит, есть. Они принесли ему молока. Он стал внимательно, внимательно смотреть в это молоко. Говорит, дядя, а что ты там смотришь? Да вот мне сказали, в молоке масло есть. Я хочу его увидеть. Дети со смеху... Ухохотались просто. Говорит, дядя, ну ты даешь, еще мудрец. Так, масло там есть, но чтобы его увидеть, надо вспахтать. А, вот в чем дело. Ну, теперь непонятно, как вам объяснить, как увидеть Бога. Он есть здесь. Просто надо немножечко вспахтать. Надо немножечко, не то, что вы, вот прям вот своими глазами его можете увидеть. Надо кое-что сделать для того, чтобы его увидеть. Не просто так. Это была экологичная притча. Не экологичная, а современная притча такая. Приходит, значит, как там они идут? Вобочка, да? В школу. И учительница, сам урок по атеизму, говорит, дети, вот посмотрите, вы видите карандаш? Все говорят, ну, значит он есть, правильно? Правильно. А вы видите Бога? Нет, значит его нет. Все точно. И Вобочка поднимает руку и говорит, дети, а вы видите мозги учительницы? Нет. Значит их нет. Ну, это понятная притча, да, она как-то в современном. Вот. Нет, если мы чего-то не видим, это еще не значит, что оно нет. Мы атомы не видим с вами. Радиоволны мы не видим. Мозги друг друга не видим. Ну, по крайней мере, вот так, прямо. вскрыть надо сначала. Но это не значит, что этого нет. И, соответственно, такие люди, они объясняют, что все это внушение, что все, ну, никаких высших сил нет, это все мертвая, безумная вещь. И просто люди обладают такими способностями, которые могут вот такие вещи делать. Вот и все. Вторая категория людей, второе объяснение феномена молитвы. Эти люди говорят, что есть начало, разумное начало за всем этим. и, соответственно, все сделано не случайно в этом мире. Есть какой-то не случайно вот так палатки стоят, не случайно шатер как поставлен, какой-то план был. Зачем вот эту вот клеенку на низ постелили, не знаете? Не знаю. Зачем? не просто так ведь, да? Не просто так. Ну, то есть, какой-то план за всем этим есть. Вот эти люди, они говорят, что есть, соответственно, существо, личность, разум, вселенский разум, они называют по-разному, там, абсолютно истинный вселенский разум, эйва, ну, по-разному называют, что-то такое разумное, которое все это запланировано. И, соответственно, люди, люди, мы с вами тоже живые, можем общаться взаимодействовать с этим разумом и получить то, что происходит благодаря взаимодействию с этим разумом, это то, что вот этот вот эффект от этой молитвы. Вот два подхода. Одни говорят, это все внушение, это все наши способности. Другие говорят, нет, есть взаимодействие, вот у нас есть какие-то способности, и мы ими пользуемся, чтобы взаимодействовать с какими-то высшими силами. Кто-то знает, кто-то не знает, мы будем это разбирать, но вот два таких подхода. И, соответственно, какое из этих двух объяснений вам больше подходит, вы сами решайте. Я-то буду второе объяснение говорить, потому как, ну, веды, они, придерживаются этой точки зрения, что есть разумное начало, и можно с этим разумным началом общаться и как-то взаимодействовать. И у каждого из нас, конечно, есть свое самое правильное мнение по этому вопросу. Они единственно правильные, у каждого единственно правильные. И никто его не оспаривает. но если немножечко оставить в стороне вот нашу правоту, да, вот так вот ради эксперимента, давайте оставим вот нашу точку зрения вот в стороне и просто по факту посмотрим, что мы в океане с вами. Вот так вот абстрагируемся от наших убеждений и посмотрим, что мы в океане. Да? И вот мы родились, и вот если бы не читали ничего, ничего не делали, вот просто вот мы как-то вот живем в мире, оглядываемся вокруг и по факту что мы знаем? Что мы знаем? У нас есть какой-то свой опыт, что вот дождь, это мокро, да? И у нас есть еще опыт, что рядом кто-то плывет тоже, какие-то мужики рядом плывут, и они тоже что-то нам говорят. Ну вот и все, по факту, больше ничего же нет. И каждый что-то говорит. Да, Витя? Ну и все. А кто прав-то? Непонятно. Кто прав? Один одно говорит убежденно, знаете, прям в микрофон, другой что-то другое говорит. Кто из них прав? Я вам просто вот дам критерий, по которым вы сами для себя решите, какая точка зрения, она правильная. Две аналогии приводят. Приводят две аналогии, чтобы вот разобраться. Одна, она, ну, древняя, экологичная, на санскрите прямо. Она звучит так, как пхалена паричиятная. Судите по пхаленам. А уже наш неэкологичный пример, вот уже, ну, как бы, простой пример из нашей жизни. Пример такой. Вы приезжаете в Екатеринбург, а в Пермь лучше, мы же из Перми, да, рядом. Вы приезжаем в Пермь, и там есть улица Ленина, дом номер 10. Ну, или дом номер 1 точно есть. 10 тоже есть. И 10 тоже есть. Вы приезжаете в Пермь, и вам надо по адресу попасть. Ленина 10. Нормально? Да. Вот. И вы в навигатор вбиваете, Ленина 10. Он говорит, поехали. И вы говорите, поехали. Бабах. Одна проблема. В нашем, вашем, вашем навигаторе карта не Перми, а Тюмени. Там тоже есть Ленина 10. И какие возникнут у вас нюансы? Вы, значит, на машине, поехали. Он говорит, поворачивай налево, а вы видите, лево нет. Ой. И вы как бы, а там вообще другое движение? Какие проблемы возникли? Что ваша карта, по которой вы едете, не соответствует реальности. И чем больше ваша карта не соответствует реальности, тем больше у вас тупиков в жизни, тем больше страданий. Вот это самый простой критерий, по которому можно судить, у кого правильная карта в голове, у кого неправильная. Они-то могут говорить, то чего хотят. Все что-то говорят. Ну, вы тоже можете что-то говорить. Но если вы хотите разобраться, а где правильнее говорят, Бхалена Паричейтэ, судите по планам. Если он такой умный, почему он такой несчастный? Похоже, его представление о мире не соответствует миру. Если бы мир менялся просто под наше представление, было бы так классно. Я бы хотел, чтобы сейчас пальма здесь выросла. Ну-ка, давай. Нет, стоп, смотри, он ничего не пророс. Блин. Нет, не все, как я хочу, происходит. Похоже, есть объективная реальность. Уловили, да, вот этот момент? Поэтому вы сами смотрите, но мы будем разбирать ведическую точку зрения по поводу, что есть эта сила, разум, и можно с ним взаимодействовать, и, соответственно, эффект будет приходить за счет этого взаимодействия. Про Реды тут ничего не надо рассказывать, ну, тут лекции-то бывают для тех, кто про Реды ничего не знают, а вы же все знаете про Реды, да? Ничего не надо говорить им, да? Пару слов просто скажу, что Реды – это писание писания дикарей древней Индии. Дикари там были такие, ну, с перьями, с луками такие, бегали, вот. Древняя Индия пять тысяч лет назад. С гандивами. С гандивами, да? Вот. Бегали, ну, дикие люди. Единственное, дикие люди говорили на санскрите, которые самый сложный язык на этой планете, чтобы просто выучить грамматику языка, нужно 12 лет потратиться. И они пользовались такой единицей времени, как атомарная секунда. Это время, за которое солнечный луч проходит расстояние в один атом. Ну, это быстро, знаете? Это быстро. И эти дядьки, они пользовались вот этой единицей времени, чтобы на охоту не опаздывать. Они были дикарированы. А музыка у них была такая, знаете, у нас есть минор, мажор, да? Помните, кто знает, понимаете, о чем речь? То есть, минор это печально, а мажор это повеселее, да? Так у них через каждые 15, у них на каждое время дня, время суток, через каждые 15 минут, на каждые 15 минут времени суток был свой музыкальный ряд. Вы понимаете, да, о чем нет речи? Сложно, да? Очень. Ну, кто музыкант, они бы поняли, о чем речь. Минор, мажор есть, да? А тут 200 вариантов сочетания нот. И каждое вот это сочетание нот дает настроение определенное. Она настраивает. И каких-то очень еще, я там и такую вещь интересную узнал, что у них между одной нотой и другой ноты, знаете, нота у нас есть полутон. Полутон, а там были такие градации, что между одной нотой и другой еще 22 деления. Ну, дикари так могли петь. Вот так они могли делать. Строили такие здания. Вот сейчас смотрят, ну, допустим, что они там построили? Я видел храм, 80 тонн купол. Как они туда с разгулом похожи как-то? Раз? С вертолетов. Вертолетов не было же раньше. Видя храм, в котором алтарь висит на магните. А вот так два магнита. Один внизу, другой вверху, и он висит. А алтарь не пустота, а он висит в воздухе. Англичане, когда, ну, у них же компас зашкаливал, они же там рядом проезжали, думали, что-то компас зашкаливает. Вышли на берег, посмотрели, думали, ничего себе, дикари-то понастроили. Решили проверить, как устроено, собрать уже не смогли. Разлом, до сих пор там эти основы, все это есть. Вот можно посмотреть. Точно, точно. Канад, да. Там это есть. Другой я видел храм, интересный тоже, такой забавный. Там каменные колонны, притом это не древний храм, ему всего 500 лет. Даже не храм это, это дворец. Хамки дворец. И там колонны, большие каменные колонны в этом храме. И он устроен, как силофон. Вот если по музыкальным нотам они разбиты. То есть можно стучать, и разные звуки оттуда издаются. Я сам стучал, вот проверял. Тоже ребята из Англии решили проверить, что там дикари, как они там спилили две эти колонны, так и не разобрались, как они это сделали. И там много чудес еще, разных чудес. Колонны железные, знаете, люди вокруг ходят, она не ржавеет. Тысячелетиями не ржавеет. Дикари построили железную, ну не ржавеют. Взяли анализ, оказалось, что вот такое железо сделать, можно только в космосе. А эти как-то на кострах это сделали. Еще до того, как у нас придумали УЗИ, эти дикари уже знали, как развивается эмбрион в утробе матери. Прямо по месяцам они там все расписали, как первое, второе, третье, до конца они описали. На санскрите описано. У нас еще земля была плоская, да? А они уже знали, что она круглая. И расстояние от Земли до Солнца и до всех планет Солнечной системы. У нас еще телескопа не было. А цифры откуда взялись? Дикари. Это же не арабские цифры, это же дикарские цифры, которые арабы потом взяли. Понимаете, да? А вот это все, чакры, йога, откуда на все взялось? Ну, дикари. А вот это вот психология, там, тонкое тело, эго, ум, разум, дикари. Это они так делали. Гильдер в свое время, он уже там хотел завоевать мир, он там узнал, он поехал в Индию специально, чтобы эту вот науку военного искусства эту древности как-то брать себе. Но он не понял, что там тонкая вещь. Дикари. Атомное оружие в то время было. Похоже, серьезные были люди, поэтому мы будем с их точки зрения смотреть. Вот, это все было вступление лирическое. Теперь давайте посмотрим, как они смотрят, как они объясняют этот феномен молитвы. Сначала мы разберем, как они смотрят на мир. Первый момент, который хочу объяснить, и с точки зрения, что все в этом мире персонифицировано. Персонифицировано. Это значит, личности есть, за всем стоят личности. Это первая, ну, как бы, первая тезис, которую нам хочется объяснить. То есть, они говорят, что существует огромное дерево в этом мире. Этот мир они сравнивают с деревом. мы все, один большой организм. Два варианта иногда сравнивают с телом, что одно вселенское тело с человеческим телом сравнивают, иногда с деревом сравнивают. Вот, это дерево состоит из всех нас, мы все части этого дерева. Вот, и вот на этом дереве я вот таких вот рисую человечков, это все личности. Некоторых личностей мы видим, некоторых личностей мы не видим. Вот, допустим, президента нашей страны мы сейчас не видим, да? Но власть его, она здесь присутствует. Деньгами пользуемся же, да? Это же его власть. Власть есть его, здесь она присутствует. власть. Теперь, смотрите, за каждой вещью, если мы видим где-то движение, вот если коврики в ряд вот так стоят, означает, какая-то личность это сделала. Да, Витя? Если вы норку видите там, в лесу, норку, это значит, какая-то личность это сделала. Если ветер дует, ну, это уже случайно. Нет? Ну как? Почему? Я же не вижу его. Но я не вижу, кто норку сделал. Я не вижу, кто коврик этот поставил. Везде, где есть воля и изъявление, какая-то направленность, какая-то закономерность, означает, стоит личность. Вот такое утверждение. Это первая, первый тезис, что за всеми событиями, ну, за всеми движениями стоят какие-то личности. Вот это называется персональная, персонифицированная философия. И раньше люди-то это понимали. Но мы сами тоже понимаем до какой-то степени. Но современная культура, в которой мы живем, все больше и больше обезличивает все. Вот вы приходите в магазин, откуда молоко берется? Я вот так и думаю. Я вот так и уверен просто. Притом, оно даже просто в магазине не появляется сразу. Вот до этого оно в магазине живет. И теперь, смотрите, я прихожу и притом я даже еще беру сам это все. Ну, то есть, сам беру, я сам взял. Ну, тут робот, я, на западных странах, там у них даже кассирш нет. Там просто ты, ну, платишь и все. там автоматы стоят, платишь. И кому, кого благодарить-то? От кого я зависть, что я сам все сделал? Да, ведь? Вот молоко сам взял, будь, сам заплатил, все, я сам. Саму все. Классно же, да? Но, когда кто-то живет в деревне, он понимает, молоко берется вот от этой коровы. Она, мол, говорит, вот если она не мол, молока не будет. Вот и все. Сразу понимаю, да, коровы-то важны. Видите, сразу благодарность. Итак, первое утверждение, что все персонифицировано. Вот такая вещь есть, такое утверждение. И, то есть, соответственно, есть иерархия. Сейчас будет интересный момент. Вот есть, допустим, ну, тут, по идее, по-хорошему, надо дерево было перевернуть вверх ногами, потому что и корень как бы наверху должен быть. Но мы не будем пока этому так придираться. Вот, допустим, вот здесь есть главный. Вот здесь вот есть самый главный. Вот. И существует иерархия. Вот. Почему с деревом сравнивают? Потому что, ну, как бы, есть корень, оттуда вырастают, вырастают, еще ветки, и все держится как бы на корне. Ну, идея иерархии. Идея иерархии. Что вот есть разные, разные личности, и каждая эта личность, смотрите, каждая эта личность, она наделена какими-то способностями. Вот, вы же личности, да? У вас же есть способности? Вы же что-то можете делать, нет? Да ведь? Это ваши способности. И вы можете этим распоряжаться. и кто-то вот в этой лестнице, вы все можете делать, что хотите? Вонус с неба можете достать для меня? Ну, как-то нет, да? Ну, то есть, не все может, не все могущие, ну, что-то можете, да, в принципе, да? Вот. То есть, они вот такой иерархии. То есть, есть те, кто находится на деку, президент, да? У президента есть те, кто подчиняется ему, а есть те, кто подчиняется как те, кто зависит от них. И вот так эта все иерархия разветвляется. Вот это все вселенское дерево. Все эти личности. Даже, чтобы травинка, не знаю, чтобы там ветер дул, какая-то личность должна дуть. Какая-то личность. Чтобы коврики вместе лежали, какая-то личность должна это сделать. Вот такая личность. Теперь, второе утверждение. Что все в этом дереве, все в этой вот иерархии подчиняется одному, одному, есть самый главный. Ну, тоже пример с президентом, есть кто-то главный в нашей стране. Соответственно, есть, должно быть кто-то, должен быть кто-то, кто находится над всем этим. Теперь, вы наверняка читали такую, вы живы все, нормально, да? Может, открыть вот эту вот? Может, я засыпать начинаю? Открыть, пожалуйста. Ага. Ну, хотя бы половину как-то там. А теперь, смотрите, такое утверждение есть. Называется, без воли Бога травинка не шелохнется. Слышали такое, да? Страшное такое утверждение, непонятно очень. Вот когда я его слышу, вот когда вы его слышите, какие у вас ассоциации возникают? Вот если вот так вот логично поразмышлять, без его воли травинка не шелохнется. Что это значит? Что везде его воля. Везде его воля. Это значит, что все делает он. То есть, это какой-то тиран, который всех дергает за ниточки, и все, вот получается, вот это он сделал. Вы тут ни при чем. Ни при чем. Да, и вы ни при чем. И там, на Украине, тоже ни при чем. Это все он. Вот эти аборты, убийства, да? Цунами, цинематрисы, это все он. Это он во всем виноват. Ведь по его воле все происходит. Давайте посмотрим на это утверждение, по его воле все происходит с точки зрения теперь ведической мудрости. Напишите себе три вещи, что означает, что все по воле его происходит. Первая вещь. По его воле означает, что он создает среду, в которой мы можем действовать. Он дает среду. Почему по его воле? Потому что он дает среду. Вот вы смотрите, земля есть, да? Потом есть, ну, воздух, есть тела наши. Это среда называется. Он сделал эту среду. У нас кирпичики, из которых здесь все сделано. Среда. Среда. Вторая вещь. Это по его воле. По его воле среда появилась. Не Пушкин же это сделал. Его не было до этого. Кто-то был до Пушкина. Он это все сделал. Вторая вещь. Он наделяет каждого из нас способностями. Способностями и свободой распоряжаться этими способностями, как мы хотим. это же по его воле произошло. Ну, по его воле. Травильками шаганятся по его воле. Он дал нам среду и дал способности. Способности плюс свободу. Это его воля. И смотрите, какие у нас замечательные способности есть. Вы даже не отдаете себе отчет, как много вы всего можете делать. Кто-то может водить машину. Я все время говорю о машине, что я не умею водить машину. Мне не нравится. Она пахнет нехорошо, укачивает в ней. Ну, и как-то опасно. Он не хочет вообще с ней связываться. А я смотрю, некоторые могут так водить машину, дух захватывая. Смотришь, как он так вот повернул и попал в поворот. Как тебе это получилось? Он говорит, само. Он не понимает это способность, потому что я так не могу делать. кто-то из вас умеет готовить. Это же чудо. Некоторые люди, дающим продукты, хорошие продукты, съедобные. То есть, они сами по себе съедобные. Но он берет эти продукты и изготовит такое. Может, ну, как можно было такое сделать? А кто-то берет картошку, варит ее просто в воде. Люди едят и говорят, как ты так сделал? Кто-то, знаете, 40 лет учит английский язык и не может выучить здрасте на английском. А кто-то один раз услышит, а кто-то с рождения уже 4 языка знает. Ну, дети там, знаете, в семье растут, они там на разных языках. Это же способность. Кто-то думает, представляете, может. Он, знаете, смотрит, он смотрит на шатер и понимает, как денег заработать. Смотрит, ага, понятно, в лес приходят, ну, там уже цифры пошли, цифры. Сколько стоит? А некоторые могут, знаете, с людьми общаться и не ругаться с ними. У них прям такая чуткость такая, они прям чувствуют, ага, чуть-чуть обижается, так надо помягче, а кто-то не может так делать. А что он вообще? Говорит он. Это же все богатство. Вы не думайте, что это какая-то нечаянная. Вот Ярослав поет песни. Как он это делает? Не знаете, как вы делаете? Получайно. Как оно? Оно просто в голове берется и все. Ну, как-то там чуть-чуть там увидел восход, там с кем-то поговорил и раз песня. Как оно? Можете так? Нет. А вы? Я тоже не могу. Кто-то может лекции давать, кто-то не может лекции давать. Кто-то может петь, кто-то не может петь. Кто-то, знаете, рождается и у него, вот ему говорят, а ты можешь организовать тут немножечко вот? Он говорит, очень тяжело. А кто-то, знаете, страной управляет. Вы подумайте, страной управляет. Кто-то мне показывал фильм «Один день с президента». про нашего президента. Какой-то супермен просто. Ну как это же вообще, как так можно? Он там чуть-чуть спит, мало ест, а сам ты ест с утра. И работает. Это же потрясающе. А кто-то не может подумать, а что он сам будет завтра делать. Это все разные способности. И этими способностями, в зависимости от наших каких-то прошлых поступков, вот этот главный наделяет нас по его воле. Это не наши заслугы. Если это наши заслугы, почему эти способности уходят? Если это наши, тогда они должны уходить никогда. А они то есть и нет. Я не могу это контролировать. Это значит, что есть какой-то другой фактор, от которого я завишу. И он дает нам эти способности и дает нам свободу. Смотрите, у нас же есть свобода. У нас же никто здесь цепи не видите за собой, кандалы не стучат, нет? Кто-то там стоит. Я могу раз так сделать и все получилось. Я раз сделал и чувствую, я могу. То есть у меня есть свобода. Так ведь? А теперь дальше смотрите. Третью вещь, которую он дает. По его воле дает. Третья вещь называется он дает принципы или законы, по которым этот мир работает. То есть он дает конституцию и федеральный закон. Федеральный закон устанавливает он. Смотрите, он дал пространство, дал все кубики, из которых можно делать. Он наделил каждого из нас свободой и способностями. Это по его воле нам дали. И по его воле же в этом государстве дали федеральные законы. Это все по его воле произошло. Здесь ничего кроме его воли нет. Это все он дал. Теперь смотрите, у нас что получается. В зависимости от того, как мы пользуемся своими способностями, если мы согласны федеральным законам действуем, то тогда будут одни приключения. А если мы не согласны, то другие приключения. Но все это по его воле происходит. В не смысле он нас контролирует и заставляет что-то делать. По его воле он все нам дал. В том числе по его воле он дал нам свободу. И он дал законы, по которым здесь все судят. Ребята, давайте живите как хотите, вы свободны. Вот это значит, что он дал нам всем по его воле вот это все происходит. Это второй тезис. То есть первое все персонифицировано и все наделены полномочиями, какими-то способностями разными. Кто-то зависит больше, кто-то меньше. Вторая вещь, что при этом мы все свободны пользоваться этими способностями как мы хотим. Я могу готовить, я могу что-то сделать, я могу скопать, я могу подарить что-то, я могу что-то еще сделать. Третья вещь. Глядя на это дерево. Молитва это естественное состояние для каждого из нас. Если это все персонифицировано и соответственно мне что-то надо, вспоминайте, вам что-то надо. покушать вы хотите допустим, куда, что делать будете? Куда? Кому, кто готовит? Кому? Маму. Да здесь-то нет. Готовите? Нет, здесь, здесь. К тому, кто готовит. К повару пойдете? К повару, да. Как вы туда идете? Обычно. Ногами идете и говорите, дайте покушать. Да. Мы от тебя зависим. То есть молитва, смотрите, я сейчас не стал это делать уже так много времени, я обычно спрашиваю, дайте определение слова молитва. И там идут списки разные, да. Но по факту молитва это означает признание своей зависимости от кого-то. Вот и все. Молитва означает, что я признаю, что у меня чего-то нет, а вот у него есть, и мне как бы, вот, я признаю, что мне, я от него зависим. Вот это молитва. И вот это молитвенное настроение, или вот это вот признание своей зависимости, это естественная вещь. Ведь кто-то есть выше нас, кто-то умеет готовить, мы идем к нему и просим него. Ну, или покупаем, просим, а что я могу сделать, чтобы я получил еду? Деньги давай, даем деньги, получаем. Зависим от него. Вот это молитва, это естественная вещь. Дети просят у родителей, родители просят у правительства, правительство у кого-то еще просит, у других правительств. Все время у других личностей. Теперь смотрите, сейчас будет самое интересное. Сейчас будет самое интересное. Мы все подходим к моменту про молитву. Я все вот это рассказываю только для того, чтобы вы поняли, каким образом молитва работает. За счет чего это происходит. Еще раз повторяю, все персонифицированное личности, да? Эти личности обладают определенными способностями и свободой делать, как они хотят. Но есть, правда, федеральный закон, по которому все будут сидеть. Но мы, каждый может как-то поступать. Соответственно, если обращаясь к личности, то вот это вот по-человечески я обращаюсь, я говорю, а дай, пожалуйста, что-то, да? То вот это называется молитвенное состояние. Теперь смотрите, сейчас будет самое интересное. Как по-разному к этой личности можно подходить? вот сидит личность. Вот личность сидит. И вокруг у нее он продает яблоки. Много яблок. Просто нет проектора, у меня все это на проекторе красиво. Вот яблоки. И вот он такой с усами даже. В кепке. Ну, как положено. Красивый. А это вы. Смотрите на яблоки. Ну, давайте посмотрим, как у нас будет связана такая вещь, как законы кармы и молитва. Ну, про карму я вот уже рассказывал когда-то, когда приезжал. теперь, вот, ну, то есть. Теперь, смотрите, мы теперь усложняем немножечко, мы теперь будем на молитву, ой, извиняюсь, на карму смотреть с точки зрения персонификации. Смотрите, как немножечко все будет более объемно, когда понимание личности появляется. И вот вы приходите, нет, вы вот идете по улице и неожиданно видите яблоки. Знаете, ровненько так сложены. Ничьи. Ровненько, ничьи яблоки лежат. С этикетками, правда, ничьи. Вы в упор не видите дядечку, который их продает. Прямо смотрите и не видите. Видите только яблоки. Знакомая ситуация, нет? И вы берете эти яблоки, так, знаете, оглядываетесь. Никого нет вообще. Ничьи. Потрясающе. Повезло-то как. И берете эти яблоки. А продавец смотрит. Берете, откусываете прям, пробуете. Ну, плохие-то брать не будете. Ну, червивые не берете, там, откусываете, смотрите, сладкие вроде, классные яблоки. Набираете прям вот так вот. Этот смотрит вот так вот, удивленными глазами на вас смотрит. Он вообще не понимает, что вы его не видите. Вот скажите, какая реакция будет? Обидно служит. Вот так вот, да? Еще какая реакция будет? Отрицательная. Отрицательная. В смысле отрицательная? Реальная ситуация. Что будет делать продавец? Не обрадуется, а гонит. Полицию будет звать. Да, бойник. Будет ударить нас. Он будет кричать на нас. Врует лату, запросит лату. Потом мы ищем. А вы так удивлены, вы же вообще никого нет. Говорят, судьи яблоки, и тут на вас сыпаться начинают. Откуда-то, непонятно откуда, тумаки на вас сыпаться. Ой, за что? Чего? Я же ничего не сделал. Это же, понимаете, да? Вот оно. Это первый вариант. Итак, когда человек себя ведет, он ведет себя неправильно. Он берет чужое, да? Не замечает хозяина. Реакции будут нехорошие. Второй вариант. Идете по улице, яблоки ровненько лежат. Цена написана. Пять рублей килограмм. Никого в упор не видите. Никаких продавцов. Но понимаете. Но, наверное, все-таки надо пять рублей положить. Ну, раз написано пять рублей, как бы чего не вышло. На всякий случай. Берете килограмм яблок, возьмете пять рублей. Продавец стоит, вы его не видите. Ну, с усами, такой удивленный. Вот. Вы его не видите. Ну, положили пять рублей. Как ощущение у продавца? Хорошо. Хорошо человек. А? Нет. Нормально все, хорошо. Нормально все? Нейтрально. Нейтрально? Нет. Нейтрально. Да, это вот. Вот в следующий раз, когда ваша жена что-то приготовит, да? А вы возьмите и пять рублей просто положите. Из чувства долго просто. Из чувства долго пять рублей. Ну, наверное, кто-то это сделал, ладно? Пять рублей, ба-бах. И просто едите, молча. Как будто ее нет. Как ощущение будет у нее? Ну, хорошо, хоть пять рублей дал. Ну, ладно, но хоть не варвар. Хоть приличный человек, но, конечно, странный. Странный немножечко. Спасибо, не спасибо, не до свидания, но хотя бы, хотя бы пять рублей половина. Это вариант, когда люди себя ведут морально, когда они, ну, ведут себя правильно, но без всяких чуд. Как в супермаркете. В супермаркете вы что, спасибо говорите, нет? Молодцы. Но обычно там все же обезличено. Я сам взял, положил, все, поехали. Вот так вот, без эмоций. Вот на рынок придите. Вот там совсем по-другому все. Теперь, смотрите, мы два варианта разобрали. Первый вариант, человек просто ведет себя по-хулигански. Делает, что хочет. В итоге его наказывают, потому что он ведет себя неприлично, нарушает законы. Второй вариант, он вроде бы понимает, надо какие-то законы соблюдать. Он эти законы соблюдает, но он никакой благодарности, ни спасибо, ни до свидания. Уже вариант получше, да? Теперь третий вариант. Вы приходите, видите счастливый продавец. Яблоки у него. Вы ему говорите, привет, у тебя хорошее настроение, я вижу. Почем у тебя яблоки? Пять рублей килограмм. А че так дорого-то, а? Как дорого, слышишь, а? Это же мед. Походи, поторгуйся. Я говорю, мед? Ну а че тут дорогой мед у тебя? Ну ладно, ладно, давай пять рублей килограмм. Сегодня просто день хороший. Нет, я даю ему пять рублей. Он мне дает килограмм. И еще одно яблоко сверху ставлю. Ну просто ты хороший человек. Он может так сделать? Да. Потому что яблоки-то его. Да. Это его способность. Он ими распоряжается. Если он хочет, он же хозяин этих яблок. Если он хочет, он может дать больше. Его никто не ограничивает. Это его собственность. Да ведь? Согласны? Больше получили? За счет чего? А потому что подошли. В принципе все то же самое. Вот пять рублей, вот яблоки. Отношение другое. Отношение уважительное. Яблок стало больше. Это реальный факт. Я в Индии был. Когда я там привык торговаться. Ну там как-то уже, ну знаете, в северной Индии уже, ну просто неприлично не торговаться. На самом деле, это не, ну как бы я сейчас скажу, это не из ведической культуры торговля появилась. Представляете? Я задумал, что это же индусы, да, все любят торговаться. Пока я не приехал в Южную Индию. А там, знаете, культура-то не тронута, туда, ну захватчики там не заезжали. И там они не торгуются. А я привык, думал, уже начинаем напирать, ну, наверное, ну как бы, там пирожки, или кто там, какие-то фрукты я покупал. Ну я говорю, он говорит, 10 рублей, говорит, нет, 8. Говорит, не хочешь, не бери. Я так прям ошалелко. Мы же Индия. Говорю, не знаю, у нас тут не торгуются. Я говорю, ну ладно, нате 10 рублей. Ладно, уважаю, 10 рублей. Он положил мне килограмм и два яблока еще сверху. И улыбается. Понимаете, ну? Ну вот такая вот вещь. Теперь следующий вариант. У нас же три варианта. Четвертый вариант. Вы приходите, и он такой счастливый здесь стоит. Вы так обрадовались ему. Говорит, слушай, какой ты человек все-таки замечательный. Дай-ка я для тебя сделаю навес, чтобы солнце на тебя не светило и твои яблоки не портились. И начинаете прям, знаете, палки принесли, стали полиэтилен так вот натягивать. Ну, для него просто. Просто хороший человек, он понравился. Просто, ты же людям добро делаешь, яблоки продаешь, уважаю. Как этот человек начинает вести? Он говорит, знаешь, мой дом, твой дом. все, бей. Нормально? Может он так сделать? Если бы ему понравилось. Если он видит от вас вот такое, да он ради вас что хочешь, смотрите. Ну, все, что он может. Может вам, ну, танк не пригодит, у него только яблоки. Но, по крайней мере, вот то, что он распоряжается, он может вам все дать, что он захочет. Это четвертый вариант. Круто, да? Если знакомство, если близкие отношения, то совсем другой расклад, совсем другие реакции. Вот прям вы повеселили, я чувствую. Шанс появился. Углавливаете, да? Такие возможности открываются. Если есть близкие отношения, если не вот это, не супермаркетские вот эти вот все, тем более не хамские, да? А если вот есть уже чувства, ну, вот слышишь, я тебя уважаю, это для тебя, я внуждаюсь, совсем другой расклад. Пятый вариант. Приготовьтесь. Сейчас будет интересно. Пятый вариант. Вы приходите, он такой счастливый, вы его заметили. Вы его заметили. И говорите, здорово, почем яблоки-то? Пять рублей. Да ладно, давай так, Ты ж хороший человек. берете у него яблоки, десять рублей. И десять рублей не даете. Правда, брат, забудет. Как он чувствует себя? Ужасно. Еще хуже, чем вы его не заметили. Еще хуже. Вот тот наглец, который просто там набралку, ну, это один вариант. Но если вы кого-то заметили, и осознанно хамите, это еще больнее. Вот с личностью немного надо быть аккуратным. Заметили такую, да, есть фамильярность такая вещь. Люди знакомые, и они начинают, вместо того, чтобы узнавать, ну, они перестали обращать внимание на интересы того человека. Раньше, когда они знакомы, знакомились, очень были чутки. Уважение пропадает. Да, а тут, так как человек начинает меньше об этом делать, да, то еще больше ранит того человека. И в итоге, когда вы второй раз пойдете, он просто вам ничего не даст, если тебе даже деньги дадите. Кинет прям вам в лицо. Нет, 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 нет. Можно испортить помешану. Вот это личностный, личностный факт. Все это вам рассказывало для того, чтобы одну идею до вас донести. Что успех какой-то, успех, зависит от двух факторов. Успех. Равно правильное поведение, это называется словом карма, карма, плюс правильное отношение. Отношение. Вот для того, чтобы наши поступки, наши поступки были максимально успешны, нужно не только правильно их делать, нужно еще это делать максимально в правильном настроении. Вот тогда будет эффект самый лучший. А вот это вот правильное настроение и называется словом молитва. Молитва означает чувство благодарности, признание своей зависимости. Вот это вот спасибо. спасибо. И вот когда человек делает правильно, ну то есть спрашивает, что надо, что я должен, и делает это вот с таким чувством признательности, это есть молитвенное настроение, то тогда эффект самый потрясающий. Если он это делает с каким-то оскорбительным настроением, либо вообще никак не замечая, эффект будет другой. Вот таким образом где находится молитва в законах кармы. Так как все живые, так как все человеки, понимаете, личности, то если там личностный фактор отличается, то эффект увеличивается. Дальше идем, да? Вы живы, да, еще? Смотрим? Есть время. идем дальше. Теперь возникает вопрос, а зачем это все так сделали? Ну, раз все так устроили, да, то зачем-то это надо? Мы сейчас посмотрим, зачем вот так все устроили. Вот этот творец, который, ну, самое главное в этом дереве, который всем управляет, он сделал эти федеральные законы. И принцип этих законов такой. то есть есть, вот я вам рисовал уже, еще раз нарисую, два таких значка. Один значок, мы с Сергеем тут раз помните, мы с вами руку там представляли, да? Вот. Один значок, это то, что я, это сознание, я, личность, сознание. И наше сознание, оно может быть широким, а может быть узким. если я могу весь зал видеть, это широкое видение, а могу видеть только Сергея, это узкое видение, а могу широкое видеть. Так вот, законы такие федеральные в этом государстве, в котором мы живем, так устроены, что чем больше человек идет вот в этом направлении, то есть к обезличиванию, смотрите, какая проблема, когда сознание узким становится. Я уже приводил в тот раз пример, когда с рукой, когда я вас не вижу, то тогда я начинаю вести как будто вас нет. Это называется хамство. Не видеть других означает не принимать в расчет их интересы. Мне нравится пример с кошкой. Мой любимый пример, я просто сам видел своими глазами. У нас в монастыре, где я живу, кошка живет. Она работает у нас кошкой. Работает кошкой, да, на складе. И однажды я ее застал при исполнении. Мышь. Она живет мышь. У нее, значит, все это лицо в крови. Мышь орет. Ей больно. Кровь там. Как вы думаете, что чувствует кошка? Соленый вкус на языке. Ей классно. А почему вы ее не чувствуете? Потому что вы, наверное, мышей не едите, да? Нет, не любите мышей, нет? Так как она не любит мышей, ее сознание немножко шире. кошка любит соленый вкус на языке. Она средоточена только на этом. Она не видит, что мышь живая. Ну, то есть, ей все равно, что чувствует мышь. Ее сознание не проникает так глубоко. Она не интересуется этими вещами. Она в рамках своей природы действует. Но неважно. Она в рамках своей природы. Но на чем она средоточена? На языке. Там же классно. О чем еще надо думать? Все. Все остальное не существует. Но так как вы мышей не едите, то вы как бы сознание пошире, и вы замечаете, что мышца жива, ей больно, наверное. Неприятно. Поэтому у вас такие ощущения. Потому что вы сочувствуете мыши. И вот чем шире сознание, человека, тем больше хороших качеств проявляется. А чем уже сознание, тем меньше хороших качеств проявляется. Тоже мне жесткий такой ролик прислали. Там Вторая мировая война в Японии. Они на китайцах отрабатывали. И там молодые ребята стоят японские. Инструктор показывает на здорового такого китайца. И говорит, это кто? спрашивает он у молодых ребят. Говорит, ну это китайцы. Нет, это не китайцы. Это бревно. В смысле? Ну бревно это просто. Видите ли, бревно? Вот это тоже бревно. Кто это? Это бревно. Говорят молодые. Милыши. Еще раз они начали писать. Это бревно. Так ведите себя с ним, как с бревном. И они убили просто. То есть вот так их учили. Не видеть в них человека. Это бревно. как можно стрелять с живого человека? Спросили у снайпера там какого-то убийцы. Что вы чувствуете, когда вы стреляете? Он говорит, я ничего не чувствую. Как я буду стрелять? Там просто мишени. Там нет жизни. Там нет интересов никаких. Их я не вижу. А как я буду стрелять? Как можно обворовать, если чувствовать, что будет с человеком, когда он обнаружит, что его он ворован. В детстве я был у меня такое сатурянское детство было. Такое непростое. У меня был друг тоже. И как-то он мне приходит и говорит, смотри, не показывает в советские времена, показывает мне эти 4-25-ких с фиолетовой такие бумажки. Смотри, я говорю, ничего себе. то есть рубль это можно было жить, ну, купить, значит, 15 копеек стоил лимонад, я помню, кожух 7 копеек, ну, то есть 20 копеек мне мама давала в школу что-то покушать на 100 рублей. А вы смотри, а где взял? Места надо знать. Пойдем, говорит, это еще детский сад, это был детский сад, 7 лет мне там было. И он меня сейчас в парк могу купить. Представьте, сколько можно купить билетов. 10 копеек стоил билет. Можно вечность в парке купить. вечность. И потом на следующий день я прихожу и вижу воспитательницу в садике убитую просто. Кто-то украл у нее всю зарплату. Вот можно украсть, если вы видите, что происходит потом. Нет? невозможно. Если вы чувствуете, если ваше сознание разве это можно сделать, для этого вы там не чувствуете. А чтобы не чувствовать, надо сосредоточиться на своих чувствах. И вот этот вот пример, вот это вот я, это когда эгоистичные интересы человек бесчувственный становится. И он говорит само, все само, никому спасибо нет. А за что? Как там новый русский сын? Скажи, купили мороженое, скажи тетеньке спасибо. За что спасибо? Мы же деньги заплатили. Вот так происходит. И законы так устроены, что если человек идет в этом направлении, то есть обезличивается, то есть превращается в бревно постепенно, то тогда его наказывают. Тогда дурные последствия приходят. то есть вроде бы морально делают, но никого не благодарят. Одна тема, да? Теперь если человек идет в том направлении, он начинает расширять свое сознание, замечает, о, коврики-то не сами так получились, еда-то у нас не сама, вот человек, который нам готовит, он начинает чувство благодарности испытывать, то тогда его законы кармы награждают. И чем все должно закончиться, если идти вот по этой лестнице до конца вниз, будет там в конце? Самораспад. Там будет фломастер мертвый. Отсутствие жизни. А если идти вот сюда до конца? До конца идти туда? Шире, шире, он замечает, замечает. Совершенство. Вот вот совершенство это в чем будет. А? А? Забывает о себе. Как называется, когда человек вообще о себе забывает? Самотречение. Самотречение. Когда у вас было, раз жизни точно у всех было? Любовь называется. Любовь это забвение себя ради другого. Вот там в конце это человек, который видит корень, который живой, от которого мы все зависим. Он является Богом. И вот законы кармы так устроены, что если человек идет в том направлении, его начинает терзать и говорить брат, ты не туда идешь. Если он идет в том направлении, хотя бы немного, хотя бы спасибо начал говорить, вести себе прилично спасибо начинает награждать. И в конце концов все заканчивается, когда он полностью это наша природа, любить это наша природа. Вот поэтому когда человек вот это настроение благодарности добавляет в свою жизнь, это успех это значит, что ему будет больше приходить, больше удачи в жизни. Вот ради чего так устроено все. Теперь следующий момент. Возвращаемся в дерево и в этом дереве много личностей. Почему люди обращаются не, есть те, которые никому не обращаются, они говорят, я только к себе обращаюсь, я только себе благодарен за все. Но есть немножко которые более цивилизованные, они начинают понимать, что я от кого-то завишу. Но почему люди обращаются за помощью к разным личностям? Смотрите, некоторые обращаются к людям, при том к разным людям. Некоторые к этим людям, некоторые к этим людям обращаются. Обращаетесь к людям? Да. Некоторые обращаются к нелюдям, к каким-то мистическим сущностям. Кто-то обращается куда-то туда наверх. Почему все обращаются к разным личностям? Невидимым личностям, видимым разным личностям. От чего это зависит? Это зависит от того, об этом говорит Бхага Вадхита, 17 глава. Она объясняет, почему люди обращаются за исполнением своих потребностей к разным личностям. Притом все они, когда обращаются к кому-то, они называют его Богом или Верховным. В смысле мы от тебя зависим. Вот это реальный человек, я от него завишу, кто Господь. Господь значит Господин. Тот, кто выше меня, то есть я признаю, что я от него завишу. Это слово Господь. Выше меня кто-то говорит. Ну все это в смысле я. Все. Я вижу себя выше меня, выше всех нас. Но я что и все вижу. Я сильно ограничен в своем понимании. И все говорят Всевышний. Да. Смотрите, все говорят туда наверх. Господи. Но все на самом деле обращаются к разным. Представляете? Кто-то даже не туда наверх, а кто-то сюда обращается. Но тоже считают, что вот этот не а иначе зачем мы к нему обращаемся? Я реальный человек, он не поможет. Почему мы к разным личностям обращаемся? Это зависит от наших желаний говорит 17 Бхагавадхи. Она очень красивый пример приводит. Очень красивый пример. Что в нашем в этом теле это тело сравнивается с деревом. Тоже тело как дерево. И на этом дереве сидят две птицы. Одна птица это мы с вами, которая там как-то пытается в этом теле жить. Вторая птица это Всевышний. Самое главное сфер душа, сфер сознания. И вот этот вот сверх сознания он делает какие-то что-то там получилось интересно. немного осталось немного. Я хочу просто тему закрыть, чтобы уже было понятно. Теперь вторая это личность она помогает нам. В том числе она помогает тем, что подсказывает нам кому обращаться за помощью. Кому обращаться вот эта способность разум вот что делать а вот сейчас что делать вот эту способность оказывается эту вещь нам кто-то подсказывает вот иногда выходишь за дверь и такая мысль в голове а ключ вот как это получается вы не знаете я тоже не знаю само собой конечно самого ясного дела там раз мысли какие-то такие решения какие-то приходят сверхсознание но сверхсознание подсказывает зависимости от наших желаний если у человека есть желание смотрите какое желание я хочу чтобы было давайте про вещи поговорим я хочу купить какую-то вещь чтобы это было дешево быстро дешево быстро качественно не дешево быстро качественно вот три вещи оно не получается одновременно это по закону бизнеса три вещи невозможно я хочу да дешево быстро и качественно да да красиво да Вот, смотри, дёшево, быстро и красиво, чтобы было. Куда надо идти? В Перми, куда надо идти? В китайский рынок. В китайский рынок. Там, смотрите, быстро, да? Быстро, раз, пришёл, дёшево же, да? И красиво же, да? Ярко, красиво, здорово. Купил. Но одеть невозможно. Одел. Одеть невозможно. Ну, как бы, извините. Теперь, смотрите, следующий вариант. Я готов заплатить, сколько надо. И даже подождать, лишь бы было качественно. Куда идти, в Перми? Ну, что, народ, вы покупаете что-то? Это где? Лексус. Хороший магазин. Хороший магазин, да? Там дорого. Может, по каталку заказать как-то, да? Ну, что бы они достали. Улавливаете, да? Так вот, в зависимости от того, насколько, какие желания у человека, его направляют к разным личностям. И он, когда к ним подходит, он говорит, ну, вот, как бы, вот они мне помогут. Вот. И направляют, конечно же, желание не единственный фактор. Не нужно тоже, как бы, это крайность. Есть еще такая вещь, как карма. Ну, наше прошлое. Желание не единственный фактор. Мы можем желать, нас направить, но прошлая деятельность также будет сказываться. Но желание очень, то есть, к кому мы идем за помощью. И смотрите, к кому люди не идут за помощью. Они идут, кто-то идет криминальным. Вот, допустим, нужны деньги. И мысль такая, надо идти к криминальным людям. Могут они помочь с деньгами? Могут. Могут. Можно пойти на работу, заработать денег? Можно. Можно пойти в Форекс поиграть? Можно. Да? Можно же бизнес свой открыть? Можно. Можно же Бога попросить? Можно. Почему люди разные выбираются? Потому что у них разная скорость, как они хотят. Готовы они платить, готовы они подождать. Экологично они хотят, не экологично это получать. И вот смотрите, иногда бывает, что человеку, когда очень сильно что-то надо, тем меньше он соображает. Согласны? У него же перекрывается видение. И вот, допустим, очень есть хочется. Очень сильно. Вот вы будете там? Извините, можно я возьму? Не, может, будете, я не знаю. Может, уровень такой, вы не зависите. Но сложно. Знаете, там надо передовой помолиться. Когда очень сильно хочется кушать, всегда забываешь что-то об этом. Забываешься все. Я по себе знаю. Вроде бы уже много лет там молитва надо какая-то. Что-то раз, уже всю силу, но что-то надо было помолиться. Забыл. Почему очень надо? Когда у человека сильное, допустим, вожделение, да? Он там заморачивается. Ну, мы как-то не расписаны там. Нет такого. Прилично, неприлично. Какая разница? Очень надо. Вот. И чем больше у человека надо, тем более он становится близо руки. И он кому только не обращается. Да? Кому только не обращается. Если вы почитаете вот эту 17-ю главу, то вы увидите, что люди, у которых уж сильное невежество, сильное такое, они обращаются вообще непонятно кому. Вы читали в интернете, да? Там, айфон за 600 рублей. Классно же, да? Ну, вы понимаете, да? Что это за айфон? Ну, я не понимаю. Я начинаю. О, как интересно. Однажды мне пришло письмо. Вы выиграли в лотерею. На английском еще. Я, кстати, на русском, не поверю. На английском все было. Я там все словарем перечислил. Вы выиграли в лотерею ваш интернет, айфон самый, ваш, ну, какой-то это там. Он как бы выиграл в лотерею. Вы очень много выиграли денег. Никому не говорите. Держите в секрете эту всю информацию. Звоните на этот номер. Я с дуру позвонил. И там говорит, да, 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 супер, давайте, вы это, вы выиграли, да. Надо вот сейчас послать то-то. Хорошо я рассказал людям. Они как стали смеяться надо мной. Я же просто, ну, дикий человек, не знал, что такие, уже давно такие бывают разводки. А я искренне поверил, не перестал соображать, что это, ну, и вот люди в невежестве, когда, они верят в эту вещь. Айфон за 600 рублей, похудеть за три дня. И смотрите, чем это все заканчивается. Чем это все заканчивается? Да, смотрите, в невежестве люди, когда приходят к кому-то, и он такой, он обещает много, а платить надо мало. Вот это самый главный критерий. Если вы где-то видите, будет платить мало, а обещает много, очень надо настораживаться. А человек в невежестве, он очень радуется, он же глупый, он же очень хочет, и платить не надо. Чем заканчивается, что платить надо в два раза больше, чем ты получаешь? И люди, которые, допустим, обращаются к каким-то, знаете, тонким, темным личностям, ладно, криминальный мир, денег дали, но в итоге забрали в два раза больше. Заплатил потом в два раза больше. Люди поклоняются каким-то мистическим темным силам. У них появляется эффект есть-есть. Они начинают там ясно видеть, ясно слышать, ясно нюхать, ясно что-то еще делать. А в итоге они что-то теряют очень сильно. Теперь человеку не страсти, он уже такое нет. Он уже хочет, знаете, чтобы стабильно было. Вы меня тут не разведете. Он уже приходит, ну как бы, давай я готов заплатить, но лишь бы было все, ну, правильно. И в лависти человеку, он говорит, а это меня как бы не стащит туда. Я хочу, чтобы все было экологично. Поэтому люди к разным обращаются. Уловили, да, в этот момент? Теперь следующий момент, а какая разница, к кому обращаться? Если мне нужно просто пять рублей. И дядя Вася мне даст пять рублей, и тетя Мария мне даст пять рублей, и Бог вас мне дашь пять рублей. Какая разница, к кому обращаться? Видите дерево? Мне там нужно-то немного, всего пять рублей. Вот, пять рублей. Он может не дать, он и он не может дать. Какая разница? Зачем туда вообще? Я могу и здесь попросить. В чем разница? Четыре вещи запишите, в чем разница, к кому обращаться за помощью. Первая вещь. Личность обладает разным могуществом. И, конечно, пять рублей может дать каждый. Но если вы захотите чего-то побольше, то даже, допустим, мама даст пять рублей. Ребенок, мама, дай пять рублей. Она может дать. И дядя Гена может пять рублей дать. Но вот если вы попросите уже миллион рублей, мама может уже не смочь дать. У нее нет таких способностей. А дядя Гена может дать. Поэтому надо идти дядя Гене, потому что мама не может дать миллион рублей. То есть первый пункт. У всех разные возможности. Поэтому чем более могущественная личность, тем лучше. Второй пункт. Очень важный пункт. Личности могут находиться в разных отношениях с федеральным законом. Понимаете, да? То есть дядя Гена может дать миллион рублей. Но он же свободный. У него есть способности, которые он пока не получил. И свобода воли есть какая-то. Но он использует свою свободу воли, чтобы хулиганские вещи делать. Он нарушает законы. И вы приходите к дяде Гене. Дядя Гена, дай миллион. Он говорит, окей, без проблем. Но ты должен что-то же сделать для меня. То есть ты как-то поклоняться мне должен. Как-то что-то послужить мне должен. Какую-то мою просьбу выполнил. Я тогда тебе дам миллион рублей. Дядя Гене говорит, ты должен устроить антиправительственный митинг. Тогда я тебе дам миллион рублей. Вы делаете антиправительственный митинг. Он дает вам миллион рублей. Вы заработали, да? Но что с вами будет после этого? Проблемы с правительством. И у тебя деген, и у вас будут проблемы с правительством. Видите, да? Есть разница, к кому обращаться. Потому что этот человек может быть не экологичным. Эта личность, эти духи, эти высшие силы, они могут быть не экологичными. Они могут вас попросить делать вещи, которые вступают в конфликт с федеральным законом. И у вас будут проблемы. Хотя какой-то эффект вы получите вначале. И третий момент. Третий момент. Что в зависимости от того, с кем мы общаемся, и в кого слушаемся, мы перенимаем их мировоззрение. С кем поведешься, на кого работаешь, таким и становишься. Теперь представьте такую ситуацию. Вы решили служить, поклоняться коту. Хороший такой кот, пушистый, большой, счастливый. Говорит, кот, я буду делать все, что я должен заслужить, что это какой-то волшебный кот. Ну, у него, знаете, он дает, хотел сказать, золотые яйца. Это про курицу, да, Володь? Ну, не важно, ну что это, какой-то мистический кот. Ну, кот, но мистический. И смотрите, он мне может дать то, что я хочу. Но он кот. И я начинаю, говорю, ну, кот, я же должен тебя слушаться. А он говорит, да-да-да, иначе я тебе миллион не дам. Кот, что ты хочешь, чтобы я делал? Кот говорит, вот смотри, ты видишь этих собак? Ненавижу. Я их ненавижу. Давить их надо. Говорит мне кот. И я смотрю на мир его глазами. Я смотрю на собак, говорю, ненавижу. А мыши, мыши хорошие, особенно жареные. Побольше мне, побольше. А вот эти другие коты, ну, знаешь, это не наши. И я начинаю смотреть на мир глазами этого кота. Давид? Какая разница, у кого миллион рублей брать? Есть разница. Если это кот, то вы будете так же, и такой же, как кот станете. И вот смотрите, какая вещь. Если человек, которого вы начинаете просить, ну, чтобы он вам помогал, у него вот такое узкое видение, да, кошачье видение, то вы превращаетесь в кота. Сектанство появляется. Если у него узкое видение, то я начинаю узко видеть на мир, у меня дурные качества начинают проявлять. А теперь представьте, если тот, к кому мы подошли, у него очень широкое видение. Вот вы сами так вот, ненавижу собак. Он говорит, так нехорошо говорить. Почему? Собаки хорошие. И кошки хорошие. Если ты хочешь от меня миллион, ты должен так смотреть. Ну ладно, ладно. Хорошие. А теперь представьте, что эта личность совершенная. У кого самое широкое мировоззрение? Кто увидит всех, чувствует всех, одинаково хорошо ко всем относится? Абсолютно истинно. Корень всего. Кот не может ко всем хорошо относиться. Собакам плохо относится. Даже к другим котам плохо относится. Но если вы общаетесь с корнем, то какие видения, какой начинают развиваться? Широкое. И не бывает так, что человек поклоняется корню и становится сектантом. Такого не бывает. Если он сектантом становится, либо он ничего не понял, либо он коту поклоняется. Откуда у него кошачье мировоззрение? Ну, кого он там слушает? Чьими глазами он смотрит на мир? Если глазами абсолютно истинны, то тогда... Тогда кто вокруг? Родственники. Вокруг родственники. У нас у всех одно общество в паспорте. Богович. Понимаете? Но если я не понимаю этого, то ли я не понимаю вот этого корень, не понимаю, да? Либо я кому-то не тому поклоняюсь. Так что вот в чем разница, у кого, к кому обращаться. Если мы обращаемся как к кому-то на этом деле, даже могущественным, даже невидимым существам, но есть три вещи, да? Первое, могущество их разное. Второе, они могут быть не в ладах закона. А третье, то, что у них видение может быть не самое широкое. И, соответственно, я тоже буду ну как-то ограничивать себя. Качество буду перенимать этих людей, личность. Поэтому лучше всего обращаться к корню. У него высшая власть. Правильно? Корень высшая власть. У него все нормально с фиберальными законами, это же его законы. Самое чуткое сердце. Лучше всего к корню обращаться. Теперь вопрос, как его разузнать? Возможности еще, да. Возможности безграничны. Да, безграничны. Лучше всего к корню. Теперь две вещи осталось нам пройти. Первое, что означает обращаться к одному, а второе, как не перепутать то же корень. Два последних момента, мы закончим. Сначала, что означает обращаться к корню? Первое, что возникает у родственников, тех, кто начинает к какому-то корню обращаться, они начинают думать, затянули все, кто... Сейчас он нас бросит. Сейчас он с этим корнем там будет дружить, и только с этим корнем будет общаться, и про нас забудет. Чувствуете, да? Было такое? Это как бы... Это нормальная страх, потому что обычно так и происходит. Потому что корень обычно, когда с котами связываются, то начинают уже как-то кого-то уже убирать из своей жизни. И все уже боятся. Если он будет с ней, то может и без меня. Теперь смотрите, что означает по-правильному, если человек начинает обращаться к одному корню. Обращаться к корню... А, а еще другая еще есть такая проблема. Смотрите, это же мне Бог дает. Вот дайте мне вот эту. Видите, Бог мне дал. Вы-то тут при чем? Идите отсюда. Спасибо, это зачет. Это Бог мне дал. Вы-то тут ни при чем. Понимаете? Вот так начинает происходить. То есть одна крайность. О, это вы мне сюда. Другая, Бог мне дал. Вы тут ни при чем. Сиди там и все. Вот это все неправильные понимания. Смотрите, как правильно. Это означает, если я ну как бы вот это вот обращаюсь к одному, это означает, что значит обращаться к одному? Это означает, что я начинаю делать, как он мне советует. я начинаю жить по его закону. Я спрашиваю, ну я хочу, чтобы ты был мой доволен. Я к нему обращаюсь, хочу, чтобы вот миллион, допустим, да, для тебя. Хочу, чтобы ты был мой доволен. Он говорит, для того, чтобы я был тобой доволен, ты должен делать, и список идет, что я должен делать. И в этом списке написано, говори спасибо, когда тебе дают что-то. Вот дайте мне чай. Я говорю, спасибо. И корень мной доволен. Да ведь? Потому что я сделал, как он меня просил. Я с тебе не говорю спасибо, он мне недоволен. Я прихожу домой, там жена, дети, или муж, да, у кого как, что-то получилось. И он говорит, если ты приходишь в семью, семья надо вести вот так. Хорошо? Корень доволен. Если ты приходишь на работу, люди на тебя работают, или ты на кого-то работаешь, тебе нужно вести вот так. притом, так как он корень, нехороший человек, самое широкое у него сознание, плохого-то он не хочет никому. Хорошие вещи говорят. Все в книжечках написаны, да, все мы знаем эти законы, по идее. Если начинаю так вести, как люди ко мне начинают относиться? Если я живу по законам самого чуткого существа, как я начинаю, как люди ко мне начинают относиться? Я очень привлекательным становлюсь. Потому что я спасибо говорю, корень хочет, я делаю, потому что я веду себя прилично, потому как он приличный человек. Я так называю человек-личность. Я веду себя так же, как он, прилично, не как коты. Если бы я коту поклонялся, то кот бы мне сказал, что надо делать. И собакам бы не понравилось. Но если я веду как корень мне говорит, то по идее всем нужно это нравиться. Вот что означает обращаться к корню. Я просто делаю то, что он меня просит. Это и есть обращаться к корню. И он просит, если тебе что-то кто-то делает, говори спасибо. Благодари людей. Не делай зла людей. Вот все эти вещи он мне говорит, делай. Вот это и есть обращаться к корню. Вопрос остается открытым, а как же с корнем-то? как-то корень-то. Все наверх кричат, а у них же там много всех. У них там полно. И все тонкие. И знаете, особенно если я какой-то мистический человек, то мне чем непонятнее, тем духовнее. и кто там, как там разобраться, кто же там наверху из них главный. Они все же говорят, мы, особенно те, кто не не влада с федеральным законом, они говорят, мы тут главные. Они говорят, мы тут главные. Как не ошибиться? И у нас нет никаких шансов выйти на корень. никаких шансов у нас нет. Потому что, чтобы выйти на корень, чтобы общаться с тем, кто самый главный, нужно иметь чистое сердце. Пока в сердце есть корыстные желания побыстрее и подешевле, то, естественно, нас будут направлять где побыстрее и подешевле. У нас нет шансов. И мы будем уверены, что тот, кто мне побыстрее и подешевле исполняет мои желания и есть тот, кто мне нужен. Я буду драться за это. Как же с корнем связаться? Есть люди, которые связаны с корнем. Вот у кого чистое сердце, признаки чистых людей. Сейчас не та тема, но я сейчас не хочу оттуда отклоняться. Еще раз там есть у меня семинар «Как найти духовный учительный». Я там очень подробно описываю качество святого человека. Вот если у человека нет своей внутри корысти, вот такой человек бескорыстный человек, вот он может его изнутри будут туда обращать к тому, кто является корнем всего. И такие люди есть, слава Богу, такие люди существуют. Обычно после их пришествия возникают традиции, что называется, религиозные традиции. Допустим, Иисус Христос корысть. Какая корысть, я вообще не понимаю. Люди его прививали гвоздями. А как корысть? Он за них молился. Я бы всех закатал в асфальте, такие бывают. Проклял бы, чтобы из ада не вылазили. Со мной же так нельзя, вы что? Он говорит, прости, не веду, что творят. Что за сердце такое? Похоже, тот, к кому он обращался, есть корень. Он к корню обращается. Пророк Мухаммед обращался. Чистая жизнь, да? Какие-то признаки, да? Есть личности, чистые личности, которые могут с ним я не могу. Они могут. А мне это что делать? К ним обращаться. Мне надо говорить. Я обращаюсь к тому, к кому обращался Иисус Христос, пророк Мухаммед, да? В сочетании Махапрабон. Какие-то признанные, великие, святые. Я, может, не знаю, и еще, знаете, имя дают. Ну, телефонный номер. Телефонный номер дают. Они дают телефонный номер. И вот когда я обращаюсь не к своему Богу, посмотрите, не к своему Богу надо обращаться. Потому что наш Бог, это понятно, но тот, кто быстрый и дешевый. Своему не надо. Надо к ихнему обращаться. И спрашивать у них, а как вы там с ним, с этим корнем, что вы ему говорите? Научите нас, как с ним общаться, в каком настроении, что ему надо говорить. Вот тогда есть шанс. Других вариантов нет. Ну, надо либо святыми быть. А как мы станем святыми, если мы с котами общаемся? Никак. Либо надо связаться с теми, кто свят. И поклоняться, общаться, связываться с тем Богом, Которым они поклоняются. Они со своим. Вот это выход. И это лучше всего. Это лучше всего. И завтра мы будем с вами говорить. Это все бывает видение. Завтра мы будем говорить, каким образом это делать правильно. Как с корнем вот с этим, к которому обращались святые люди, как с ним можно сделать самые близкие отношения. Как их правильно это сделать. Какое настроение должно в себе воспитывать, чтобы нас этот корень слышал больше. Это завтра. Там прямо у нас будет схема. Там прямо практикуемся. Повторю, о чем мы сегодня говорили. Мы тут плаваем в океане. Иногда бывают безвыходные ситуации. Даже готовы молиться. Поэтому мы стали про молитву говорить. Есть люди говорят, что молитва это гипноспорус. Никаких там наверху никого нет. Это все самовнушение. Это твои силы потаенные открываются. Вторые говорят, что там есть разные личности. По крайней мере, ведь ведическое представление таково, что за каждыми вещами в этом мире стоят личности. Мы стали рассматривать эту концепцию. И, соответственно, мое взаимоотношение с этими личностями может принести мне результат. Меня привел пример карма и отношения. Если мы личности хамим, то будет одна реакция. Если мы делаем правильно, будет другая реакция. Если мы делаем правильно, и с благодарностью будет третья реакция. Получается, что очень важно не только правильно совести, но еще и отношения. Следующий момент. Есть много личностей в этом мире. И мы все время к ним обращаемся. Но у них разное могущество. Они в разных отношениях с федеральным законом находятся. И у них разные качества. Поэтому есть разница, к кому обращаться. Если к каким-то криминальным личностям, то будут одни реакции. Если к каким-то благостным личностям, как сказать, каким-то светлым силам, будут другие реакции. Но если с корнем связаться, максимально идеальный вариант, закон на его стороне, это же его закон, могущество самое сильное, самая замечательная личность, общаясь с ним, означает обрести все хорошие качества. Все люди начинают хорошо себя чувствовать в нашем присутствии. Да? Это означает все заживания можно исполнить всемогущими. И это означает, что а, все закон, мы же говорили, да. Теперь, как обратиться к нему? Мы все обращаемся из-за желаний к разным личностям. Если сердце не чисто, мы можем куда кричать «Бог!», но под словом «Бог!» кто-то другой наслышит. Там разных богов-то полно. Как вот, полиэтеизм, да? Там полно вообще все. Но святые люди, у кого сердце чисто, вот они могут, их направляют обращаться к корню. И если мы хотим связаться с корней, молиться к корню, идеальный вариант, благодарность к корню испытываем, то тогда нужно обращаться к тому Богу, к которому обращались чистые, святые люди. И под тем именем, под которым они к Нему обращались. Надо у них учиться этим вещам. И завтра мы продолжим. Время закончилось. Время закончилось. Кому-то покажем на этом подъяснись. На этом мы закончим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ